Этот планер сконструирован инженером-орденоносцем товарищем Черановским. Особенность планера – машущие крылья. Крылья приводятся в движение ножными педалями. Такие летательные аппараты называются орнекоптерами. В воздухе планер необычной формы. У этого летательного аппарата нет хвоста. Летающее крыло Черановского. Мы видели его на земле. Вот как этот планер ведет себя в воздухе. Фигуры высшего пилотажа. Летчик выполняет на нем так же легко и точно, как на самолете, обладающем двигателем. Волнение на правду. Ларенью. Высшие ступени безноторного полета приступают после первоначального обучения. Эллен Сяре. Первая женщина Эстонии. Мастер авиационного спорта. Летчица-планилистка. Планеризм. Увлекательный вид спорта. Пилоту, летающему на планере, приходится рассчитывать только на свое спортивное мастерство. На умение использовать энергию восходящих потоков. Здравствуйте, губки, уважаемые любители летных видов спорта. К столетию советского планеризма. Для начала, кто придумал планеризм? Вот Леонидаль, который летал на балансированных планерах. Первые планера, как вы видите. Летал вполне успешно. Около двух тысяч полетов. Но, увы, к сожалению, разбился. После чего братья Райд подхватили эту идею и сделали вполне несколько удачных планеров. И потом доросли до самолета. Но впервые осуществить скользящий полет, подобно птице, с распростерками крыльями, удалось Александру Федоровичу Можайскому. Планер, вот на чем можно парить, подобно птице. А это же музей на горе Лассеркупе, в котором представлено огромное количество экспонатов. И мы можем посмотреть, до чего дошел немецкий планеризм за 103 года развития. И передать привет от немецкого планеризма советскому планеризму. Который какой-то путь энный прошел за 100 лет развития. Итак, в Германии на текущий момент летает 60 тысяч человек, по крайней мере 60 тысяч выданных лицензий. Понятно, что некоторые не летают, но лицензии есть. В Германии три завода по производству планиров весьма успешных, которые суммарно делают, скажем так, почти все планира в мире. Делают чехи еще немножко. Но в основном это немецкие планира. И вот дата первых полетов на горе Лассеркупе, сборы, первые результаты, кто сколько, как чего слетал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Советском Союзе началось все только в 23-м году. То есть в очередной раз Советский Союз немножко скопировал идею, которую, скажем так, немцы придумали и сделал тоже сборы. Почему так? В Германии нельзя было иметь авиацию по Версальскому соглашению, а в Советском Союзе была разруха и не было моторов. И поэтому планер был самым простым летательным аппаратом для, так сказать, зарождения массовости. Для чего была нужна массовость? И та, другая сторона понимали, что нужна авиация. И нужны летчики будущие. И один из лучших способов подготовить летчиков – это планеризм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один из лучших способов подготовить летчиков — это планиризм, что и подтвердила Вторая мировая война, когда самые такие результативные немецкие ации — это были именно планиристы. Я думаю, что и Советскому Союзу в какой-то мере подготовка на планерах какому-то количеству пилотов помогла, но в целом это было немножко, все немножко по-другому, то есть спорт, который был планерный в те годы — это в основном побочный эффект от вот этого массовости, то есть массовость нужна для того, чтобы потом загнать всех в аэроклубы, научить летать на самолетах, сделать резерв военных летчиков потенциальных. КОНЕЦ 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 сейчас вот вам пожалуйста количество экспонатов в обычном немецком музее который не один в стране наверное один из самых крупных музей на горелой саркупе здесь отличная школа летная музей здесь не один и вот пожалуйста как можно походить полюбоваться 100 трехлетием немецкого планили изма вы спросите почему же я все так предпротивопоставляют да потому что за держава обидно как верещагин говорил обидно что ничего не осталось какой-то жалкое подобие музея есть нагорелый зонцирт туда без слез не взглянешь мой видео публиковали на канале то там можно посмотреть чтобы повыть от тоски вот здание где находится музей на втором этаже видно что менялись стеклопакеты все-таки какой-то ремонт делался заходим заходим музей музей всего три зала первый зал посвящен именно зарождению планилистов и первым планерным сбором анохин около планера рот фронт после удачного испытания планера на фрат на флаттер удачное испытание заключалось в разрушении этого планера то есть его просто разогнали до такой степень что у него отломилась правое крыло насколько смелые были люди что пойдем во второй зал антонов олег константинович все мы знаем что чем устроить планера еще школьном возрасте хотя посчитал ему было 18 лет но он как раз видимо то ли уже выпустился со школы где-то я видел информацию что он уже учился так называемым техникум и первый планер у него был голубь на вторых союзных планированных испытаниях он здесь уже участвовал а вот кстати планер голубь антона беленький кстати видимо вот эти все планира это все его вот характерная черта план планеров антонова того времени это расщаленная хвостовая балка пройдем в третий зал третий зал посвящен сергею владимировичу илюшин это тоже кб илюшин сколько мне достоверно сказали сделала стенд крупнее каких-то макетов там ничего не представлено здесь же летающие экспонаты живые каждый планер практически можно взять вытащить на аэродрома на нем полетать и огромное количество техники еще в запаснике и связи с этим хочется наверное вспомнить вот эти сборы двадцать третьего года первые даже есть видео старое я сейчас вам включу и подумать почему вроде как стартуя с одной позиции то есть и там зарождается планиризм и там советском союзе заражается планиризм через сто лет две страны пришли к совершенно разным результатом то есть в одной дедушке в 80 лет могут летать спокойно на планиров на свою пенсию огромное количество клубов повторю 60 тысяч лицензии только есть а в другой стране даже еще не заработал авиационный учебный центр где можно получить лицензию сейчас и летает с летными книжками по схеме старого дуса количество пилот не соизмеримо населению в этом подумайте да на 3 миллиона населения ледвы летает там 3000 человек и на там 150 или сколько там осталось миллионов населения российской федерации летает ну дай бог тысяч ну вот вот вам разница вот вам столетия советского понедельника чем-то заканчивается классные планировали точно металла а вот это вот это 13 13 а вот это не от 15 кабина елки-палки бери собирали я честно я я не думал что все это осталось они же до сих пор летают в в данном случае с державу какой-то который я имею по крайней мере языковое отношение обидно и я рекомендую мы людям которые там живут либо рекомендовал подумать что самая главная ценность человеческая это делать этот мир лучше то есть по кирпичику создавать кто-то же этот музей сделал смотрите как здесь красиво мы сюда ходим билет стоит 7 евро это намного лучше чем например воевать то есть такая глупость уже после второй мировой мало кому здесь гуру придет потому что многое поменялось но люди украшают мир вокруг себя посмотришь на ухоженные дома посмотришь на ухоженные города на огромное количество музеев на хорошую социалку но ну вам конечно будут говорить что тут себе замерзает без газа например но это не так то есть мы видим реально как все выглядит конечно это дорогого стоит и можно закончить цитаты из вольтера что народ который не ценится не помню свою историю обреченные вымирания не хотелось бы что так было я рекомендую меньше верить всевозможным популистам которые обещают сразу в рай всех взять а больше думать своей головой и думать почему же все-таки германия проигравшая вторую мировую войну обладает такой потрясающей инфраструктурой и красивейшими музеями хорошей жизни для граждан а страна которую вторую мировую войну совместно с другими выиграла некотором роде профукала что ли огромное количество своих исторических шансов жить по-человечески в очередной раз увязывается в какой-то авантюр зачем вам это так что живите долго и счастливо глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов и делайте свой мир лучше спасибо вам большое что вы не дали всем это растащить может и будет у нас когда-то музей действительно с полномасштабными моделями когда ты идешь и вот он действительно планера 15 висит где-нибудь под потолком или стоит что можно я не знаю посмотреть заглянуть в кабину в него другой совсем когда ты рассказываешь показываешь вот она полномасштабная модель хорошо что у нас есть музей пойдемте дальше посмотрим а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Самарский комсомолец, планерист товарищ Юдин, совершает свой опытный полет на буксире в зимних условиях. Пилот товарищ Боровков, ведущий в этой своеобразной спаренной езде. Пилот товарищ Боровков. Борются за новые успехи советского планеризма. Пилот товарищ Боровков. Пилот товарищ Боровков. Комсомолки Ленинграда, пилот Лена Каратеева, сцепщик Нина Корытова и планеристка Люся Чистякова совершили буксировку планера за самолетом. Это первый в мире женский воздушный поезд. Прекрасному примеру овладения авиационной и планерной техникой последуют тысячи девушек нашей страны. Комсомолки Ленинград, пилот товарищ Боровков. В селе Щаная колхозница Ефросинья Старожукова совершает свой первый в жизни полет на планере. Комсомолки Ленинград Комсомолка Кривицкая впервые поднимается в воздух. Ее инструктирует местный колхозник Яков Шандра. Первый полет совершен удачно. Еще один международный рекорд. Мастер советского планеризма товарищ Расторгуев пролетел без посадки на одноместном планере ГН-7 600 километров. Конструктор планера товарищ Грошев поздравил мастера планеризма с блестящим перелетом. Это второй рекордный перелет товарища Расторгуева. Поставлен новый международный рекорд по классу многоместных планеров. За 7 часов 10 минут двухместный планер Стахановец пролетел по прямой 550 километров. Субтитры предоставил мастер советского планеризма товарищ Ильченко со своим пассажиром планеристкой Зеленковой. Московские аэронавты впервые в истории возбухоплавания готовятся совершить экспериментальный полет субстротостата с одноместным планером на буксире. На планере поднимается известный мастер советского планеризма товарищ Ильченко. Аэронавты и пилот блестяще справились со своим заданием. На высоте 5 тысяч метров планер отцепился от субстротостата. Полет прошел очень успешно. Субтитры предоставил DimaTorzok Лучшие мастера безмоторного полета участвовали в 14-х всесоюзных планерных соревнованиях под Тулы. Мастер советского планеризма Карташов. Молодая планиристка московского рекордно-планерного отряда Великосельцева. Советские планеристы превысили 5 международных рекордов. Таков замечательный итог соревнований. Товарищ Карташов на двухместном планере совершил блестящий полет по заранее намеченному маршруту с возвращением на старт. За 7,5 часов он пролетел 348 километров. Аналогичный полет совершил на одноместном планере товарищ Киммерман. Товарищ Великосельцева на двухместном планере по прямой пролетело 220 километров. Замечательными достижениями встречают праздник сталинской авиации советские планеристы. Планеристы Карташов, Савцов, Сурдин, Зеленкова на буксире самолета вылетают в Тушино. Мастера безмоторного полета прославили советскую авиацию. В этом году наши планеристы установили шесть новых международных рекордов. Десятки планеров словно чайки кружатся в воздушном хороводе. Лагерь Центральной планерной школы ДСАА. Сюда, в Калужскую область, со всех концов страны приехали юноши и девушки, занимающиеся планеризмом и авиационным спортом. Сейчас в школе напряженные дни. Окончена учеба, проводятся зачетные полеты. На взлетную дорожку вызывается курсантка Александра Манцева. Ей 22 года. Работая контролером на Ижевском мотоциклетном заводе, она одновременно овладела искусством вождения планера. Шура чувствует себя уверенно, хотя это очень ответственный полет. Старт дан. Самолет поднимает планер в воздух. Когда будет достигнута заданная высота, планер перейдет на свободный полет. За действиями планериста внимательно следят члены Государственной экзаменационной комиссии. Полет окончен. Александра Манцева сдала экзамен на отлично. Второй этап обучения курсантов – подготовка к вождению самолетов. Инструктор Станислав Николаевич Голубев дает последнее указание курсанту Михаилу Славкову. Окончив школу ДСААФ, курсанты получат дипломы спортсменов-летчиков высшего разряда. А теперь вот так бы самому подняться в заманчивые дали неба. Люди издавна мечтали об этом. Но впервые осуществить скользящий полет, подобно птице с распростертыми крыльями, удалось Александру Федоровичу Можайскому. Панер. Вот на чем можно парить, подобно птице. Центральная планерная школа ЦК ДСААФ в Калуге. Сбылась мечта многих юношей и девушек. Они занимаются планерным спортом. Командиры готовят план будущих полетов. Сначала надо на земле научиться сохранять равновесие, устранять крены, выдерживать направление. Теоретические знания во многом помогают курсанту Калужской планерной школы Касаяну успешно овладеть управлением. Хорошо выполняет упражнение на штыре спортсмен Ветров. Первые шаги перед самостоятельным полетом. Сегодня радостный день у спортсменов Куйбышевского аэроклуба. Многим разрешен самостоятельный полет. Спортсмен Сыркин работает на заводе. С нетерпением ждал он эту счастливую минуту. Много воспитал планеристов за 22 года Павел Васильевич Васильев. Но каждый раз он глубоко переживает и волнуется за тех, кто впервые самостоятельно поднимается в воздух. Сколько гордости. Один, без инструктора. Она посчитает или нет. Волнение напрасно. Так уж повелось у планеристов. Качают тех, кто впервые вылетел самостоятельно. К паренью высшие ступени безноторного полета приступают после первоначального обучения. Эллен Сяре, первая женщина Эстонии, мастер авиационного спорта, летчица-планилистка. Планеризм увлекательный вид спорта. Пилоту, летающему на планере, приходится рассчитывать только на свое спортивное мастерство, на умение использовать энергию восходящих потоков. Отлично владеет планером мастер спорта старший. Он пролетел на планере 500 километров по заданному маршруту. В искусных руках планер может долго держаться в воздухе, пролететь в большее расстояние, чем некоторые одномоторные самолеты, подняться на высоту свыше 13 тысяч метров. В свободном парении поистине чувствуешь себя покорителем воздушной стихии. Мастер спорта Анна Самосадова установила на планере мировой рекорд. Пролетела 100 километров по треугольному маршруту со скоростью свыше 64 километров в час. Мы на одном из подмосковных аэродромов Даса Афа. Здесь воздушные спортсмены тренируются, совершенствуют свое мастерство. Авиационный спорт – любимое занятие нашей молодежи. Планиризмом давно увлекается студент Владимир Ушаков. Известный планирист Кылаева обучила не один десяток спортсменов. Инженер Максимов, по сути дела, уже приобрел вторую специальность. Он опытный летчик. Много труда и упорства вложили молодые спортсмены, чтобы так слаженно и четко выполнять фигуры высшего пилотажа. В традиционный праздник – День воздушного флота СССР спортсмены Даса Афа продемонстрируют свои новые достижения. Планиристы Оренбургской областной станции юных техников имеют за плечами свыше тысячи полетов. Их руководитель – старейший инструктор планиризма Александр Петрович Долгих. Сегодня на этом планере полетит восьмиклассник Вова Мухин. Это его первый полет. И все, что переживает мужественный человек во время летного крещения, беспристрастно снял киноаппарат, установленный на планере. Флаг, поднятый недавно на аэродроме клуба Доса Аф в Орле, возвестил о начале всесоюзных соревнований по планиризму. Представители 12 команд РСФСР и союзных республик начали борьбу за первенство в мужественном и красивом виде спорта. КОНЕЦ 15 дней кружили в Орловском небе легкокрылые планеры. КОНЕЦ Призы и медали чемпионов Союза получили лучшие из лучших. Общекомандное первое место заняли украинские спортсмены. Большая земля не оставила в беде партизан. Самолеты не могли приземляться, пошли планерные поезда. Тогда они были и сержантами, пилоты-пламеристы. Борис Бредихин, Сергей Анохин, Сергей Снитков. Самолет сесть не мог. И вот тут было поручено нам, чтобы доставить бегом в этот белорусский край, где уже давно действуют партизаны, которых начинают немцы зажимать, нам доставили им помочь. Везли все. И оружие, и боеприпасы, и мины, и взрыватели, и табак, и медикаменты. А оттуда иногда нам удавалось вывезти раненых. Вот Сергей Николаевич, оттуда вот Сергеем Александровичем. Два Сережи, человек 15, 20 шальвых, сумели погрузить в КЦ 20 раненых. И вывезли. Но знаете, и нам радость, и там довольны. Это было очень интересно и очень, значит, почетно. Если сказать вам, что нам было по 19 лет, и нам вот доверие такой партии, правительства, доверие, оно нам импонировало, мы были рады, мы были готовы выполнить все, что хотите. Вот наш Юра Соболев в связи с отцепкой захвата востребителя было, отцепился и сел в тылу врага. Сумел приземлить самолет на кустарник, планер на кустарник, разгрузить его, зарыть его, помнишь, в этот, под оврагом зарыть весь груз, пробраться к партизанам и попал к Киткову. Планер брал 800 килограмм. Для партизан старались как-то помочь взять побольше, 1200, 1300 килограмм. И безусловно, мы в каждое отверстие, которое существовало, в воде, мы старались набить его патронами. Разлабывали цинковки, в которых патроны лежали, и насыпали туда патроны. Партизаны были рады каждого из сотни патронов. А Сергею Николаевичу удалось привезти лишних 1200 патронов. Как же они нас встречали, как они нас обнимали, ну, понимаете, вот как родных сыновей. Конструктор Черановской провожает в полет на своем планере спортсмена-планериста Петрова. Необычный планер, полетающий крыло. В воздухе планер необычной формы. У этого летательного аппарата нет хвоста. Летающее крыло Черановского. Мы видели его на земле. Вот как этот планер ведет себя в воздухе. Фигуры высшего пилотажа. Летчик выполняет на нем так же легко и точно, как на самолете, обладающем двигателем. Фигуры высшего пилотажа. Летчик Петров совершает посадку тут же на поле. Свой полувековой юбилей отмечает советский планеризм. Еще в довоенные годы планерный спорт в нашей стране по своей массовости занимал ведущее место в мире. О большом и славном пути нашего планерного спорта молодым воздушным спортсменам рассказали ветераны отечественного планеризма. Неоднократный чемпион страны Виктор Ильченко. Рекордсменка мира Ольга Клепикова. Старейший советский авиатор Константин Арцеулов. Еще более полувека назад он был одним из зачинателей нашего планеризма. Ни одна славная страница была вписана в историю советского планеризма нашими спортсменами. Пилот Василий Степанченок. Он впервые в мире совершил на планере петлю Нестерова. А создал этот планер будущий конструктор космических кораблей академик Сергей Королев. Занятия планеризмом стали хорошей школой для выдающихся наших авиаконструкторов. Александра Яковлева, Олега Антонова. Сергей Илюшина. В 30-е годы планиристы-осовиахимовцы добились высоких летных результатов. А в трудное военное время многие из них пересели со спортивных на десантные планеры и боевые самолеты. Ныне новое поколение планиристов занимается в авиаспортивных клубах оборонного общества. Они штурмуют небо, становятся искусными мастерами безмоторного полета. Остается команда на взлет, как пароль за облачных высот. И в небо наши уходят в дороги от земных незаметных ворот. Небо голубое, ставшее для летчика судьбой. Небо доброе и злое, голубое, грозовое. Абсолютными чемпионами страны в этом году стали Юрий Кузнецов из московского аэроклуба ТОСААФ и спортсменка Центрального спортивного планерного клуба Тамара Загайнова из Орла. Небо доброе и злое, голубое, грозовое. Субтитры создавал DimaTorzok И в небо, в небо, в небо, в небо, в небо. Кто из вас в детстве не бегал, что воскат на слухе, В небо живая, в небо, в небо, в небо, в небо. В небо, в небо, в небо, в небо, в небо. Субтитры создавал DimaTorzok Птицы, например, поднимаются в воздух и летят за счет силы своих мускулов. Но человек по отношению веса тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но, как сказал отец русской авиации, Николай Егорович Жуковский, Человек полетит, опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума. Полет планера можно сравнить с санками, которые скатываются с горы. Значит, планер не летает, он только скатывается с высоты. Выходит, что так. Но правильнее сказать, планер скользит вниз под действием силы своего веса. Только роль полозив выполняет крылья. Сейчас мы в этом разберемся. Несущие плоскости планера установлены под углом к встречному потоку воздуха, как у воздушного змея. Обтекая крыло, частицы воздуха проходят сверху больший путь, чем снизу. Следовательно, количество частиц воздуха сверху меньше, а скорость их больше, чем снизу. Поэтому над крылом образуется область пониженного давления. Возникает подъемная сила. И крыло начинает двигаться вверх, в сторону меньшего давления. Именно эта сила и поддерживает планер в воздухе. Благодаря ей он не падает, а лишь скользит. Но чтобы планер летал, его нужно поднять в воздух. А для этого мы используем механические лебедки и самолеты. Теоретически мы изучили технику полета. И вы знаете, как на крыле и рулях возникают аэродинамические силы, которые изменяют положение планера в пространстве. Теперь нам предстоит практически выработать навыки в управлении планером. Планер, как и самолет, имеет ножное и ручное управление. При движении ручки на себя, руль высоты отклоняется вверх. Нос планера поднимается, скорость уменьшается. Ручка от себя, руль отклоняется вниз и скорость увеличивается. Ручка вправо, левый элерон отклоняется вниз, а правый вверх. Планер накреняется вправо и наоборот. Руль поворотов приводится в действие ножными педалями. Правой педалью руль отклоняется вправо, планер поворачивается вправо и наоборот. Но чтобы повернуть планер, надо его и накренить в сторону поворота. Поэтому в полете пилот действует согласованно сразу всеми рулями. Ну как, товарищи, ясно, понятно? Конечно. Да это все просто. Отлично. С вас и начнем, Сорокин. Ну, попробуем управлять планером, используя силу встречного ветра. Начали. Зачем же напрягаться? Плавней. Плавней надо работать рулями. Видите, Сорокин? Планер хорошо слушается рулей даже при небольшом ветре. Садитесь, Некрасово. Видите, белое пятно? Вот туда и надо смотреть. Для пилота очень важно правильное направление взгляда, чтобы точно определить расстояние до земли. Определили это расстояние? Кажется, метров 25-28. Почти точно. Хорошая у меня группа. Молодцы ребята. Успевают в теории, а все свое свободное время проводят на спортплощадке. Надо воспитать в них смелость, выносливость, научить умению ориентироваться в пространстве. Ведь это так необходимо пилоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настанет время, и вы будете летать не хуже. Но это придет только с упорным трудом. Вот, наконец, наступил долгожданный день. День первых полетов. День первых полетов. Сорокин, выберите на горизонте какой-нибудь ориентир. Пусть это будет вон тот угол леса. Ноль третий к полету готов. Тридцать второй. Выбрать слабину левому. Есть выбрать слабину левому. Старт. Не давайте уходить ориентиру в сторону. Действуйте рулем поворотов совместно с элеронами. Вот так. Скорость достаточно. Плавно берите ручку на себя. Следите за горизонтом. По указателю скорости устанавливайте нормальный угол подъема. Вот так. Главное теперь контролируйте угол подъема по скорости. Капоту к горизонту и консоли крыла. Не допускайте кренов. Высота 300 метров. Тяга прекратилась. Чувствуете, как планер немного просел? Отцепите трос. Установите нормальную скорость и выполняйте полет для расчета на посадку. Помните, это самый сложный элемент полета. Наметьте слева ориентир для разворота. Пусть это будет вон та дорога. Правильно. Перед разворотом надо осмотреться, нет ли в воздухе планеров или самолетов. Все развороты выполняются на скорости 75 километров в час. Так? Хорошо. Не допускайте большого крена, а также передачи ноги. После первого разворота надо ввести планер перпендикулярной линии посадочных знаков. Вот правильно. Второй разворот выполняем на высоте 200 метров, когда угол визирования на посадочную полосу будет примерно 35-45 градусов. Выполняйте второй разворот. Летя параллельно с знаком, наметим точку выравнивания. Третий разворот начнем, когда планер пройдет посадочные знаки. Высота уже 150 метров. Вы забыли про ветер. Ну и вот, с разворотом немного запоздали. Может быть, недолет. Видите, как далеко находится точка выравнивания? Исправим ошибку и довернем планер поближе к посадочной полосе. Расчет всегда надо делать с запасом высоты в 20-30 метров. Четвертый разворот выполняйте на высоте 100 метров. Теперь излишняя высота нам уже не нужна. Чтобы быстро снизиться, откройте воздушные тормоза. Выравнивание на посадку планера начинайте с высоты 1,5-2 метра. Вы много взяли ручку на себя и планер взмыл. Придержите ручку. Так. Выполняйте приземление. В дальнейших полетах я буду помогать вам все меньше и меньше, пока не превращусь в пассажиры. И с каждым новым полетом я все больше и больше передавал инициативу ученикам. Разборы полетов становились все детальней и глубже. Скоро, совсем скоро, они полетят самостоятельно. Товарищ командир, спортсмен Сорокин к самостоятельному вылету подготовлен. Хорошо. Ваши действия в момент уменьшения тяги лебедки? Плавно отдам ручку от себя для уменьшения угла подъема. А что нужно сделать в момент прекращения тяги на заданной высоте? Установить нормальный угол планирования и отцепить трос. Приготовьтесь к контрольному полету. Есть! Приготовьтесь к контрольному полету! Резкие движения, ручка на взлете и при посадке. Резкие движения, так. Знаки и сигналы. Кажется, помню. Плохая осмотрительность. Ясно. Только не волноваться. А я не волнуюсь. Контрольный полет. Представляю, как волнуется Сорокин. Вместо меня с ним летит командир и проверяет, как подготовлен мой ученик. Сейчас командир ведет планер в штопор. Вот, началось. Смотрите. Один виток. Второй. Третий. Довольно. Пора выводить. Ну, педаль против вращения до отказа. Ручку от себя. Теперь педаль нейтральна. Ручку плавно на себя. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Поплавнее рулем высоты. Разрешаю самостоятельный вылет. Ну вот, сокол ясный. Теперь главное олимпийское спокойствие. Полная осмотрительность и правильное распределение внимания. Тогда будет все хорошо. Ну, ни пуха, ни пера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свободный полет. Совсем как в сказке. Лечу один. Ух, как заболтало. Неужели не справлюсь? Спросить инструктора? Изменился ветер. Планер относит к лесу. Справится. Должен справиться. Эх ты, сокол. Ну, чему тебя учили? Подверни ближе к аэродрому. Еще. Еще. Не отнесешь. Не ветер управляет, а я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ командир, спортсмен Сорокин выполнил первый самостоятельный полет. Молодец. Отлично. Поздравляю вас со званием спортсмена-планириста. И надеюсь, что вы еще более упорно будете овладевать летным мастерством. Перед вами открыт широкий путь в большую авиацию. Желаю вам успехов, товарищи. Грустная эта штука расставания. По облачным дорогам полетите вы дальше. В небо. Пусть крепнут ваши крылья. Мужает характер. Счастливого пути, друзья. Музыка. 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 пролетим рядышком с людьми которые на пик дебюре по машинам ручка макс они видели на то на пускаешься и ты тоже поднимаешься пускаешься понятно макс а ты хочешь посмотреть на то место где мы катались на лыжах но полетели смотри вот справа горнолыжный курорт я делаю правый крен легкий ты же просил меня большие крены не делать до поменьше делаем вот такой большой крем и соответственно вот видишь внизу трассы горнолыжные вот здесь мы с тобой на лыжах катались и в кафе кушали показать тебе кафе в котором мы кушали сейчас я немножко пролечу вперед и потом левым креном а внизу там находится бассейн которому купались видишь там городок внизу вот там как раз бассейн вот тут кафе беленькая крыша видишь ну что куда полетим дальше а водопад она немножко далеко макс полетели вдоль скал пик добюро пролетимся полетели но полетели какая пик добюро которая справа да а где коровы были ну понятно хорошо а и вижу это какие карманы красивые ну полетели сейчас мы пролетим мимо горы на которую дядя саша на вертолете приземлялся байкер